Бывший водитель станции скорой медицинской помощи желает пойти на сделку со следствием. Громкогласно заявивший о взятках при трудоустройстве на работу Алишер Турсункулов сегодня признается, что был соучастником преступления. Экс-водитель готов дать показания для изобличения более высокопоставленных фигурантов этого дела. Однако потенциальный свидетель опасается, что в полиции объективного расследования не будет. Его просто сделают крайним, дабы выгородить основных фигурантов. В этом, по заверению Алишера Турсункулова, ему пришлось убедиться лично. Я сейчас нахожусь в страхе. Я боюсь людей Курманбековой и Гульнар Мамытовны. Они приходили домой и угрожали. У нее есть заместитель по имени Самат, он работает в скорой и является ее родственником. Он мне так сказал. Ты хоть знаешь, с кем ведешь игру, ты знаешь, какие связи у них. Надо будет, наркотики тебе подкинем или вообще уничтожим. Мы знаем, что твои дети ходят в школу, поэтому ходи тихо. Вот так он мне сказал. И единственное, кому доверяет раскаившийся взятка посредник, органам национальной безопасности. Именно к ним апеллирует Турсункулов. Я доверяю только КНБ. Это ведомство справедливо и объективно должно рассмотреть этот вопрос. Я так считаю. Я понимаю всю ответственность и готов понести наказание. Да, я был соучастником. Был в роли посредника. Я это признаю. Я от этого не убегаю. В первую очередь я хочу защитить свою семью. Поэтому я прошу помощи у КНБ, чтобы они организовали безопасность в моей семье. Видеообращение Алишера Турсункулова в соцсетях с каждым днем набирает все больше просмотров. В нем он рассказывает, что, выполняя задания своего шефа, собирал деньги, желающих получить место в медицинских учреждениях. Якобы за смены руководства облздрава многолетняя коррупционная схема дала сбой. Руководитель станции скорой помощи и депутат гормасельхата Гульнар Курманбекова, к которой относятся эти обвинения, все отрицает. Он сказал, что я за вашей спиной проделал такие дела. Ну, говорит, взял людей, обманул, говорит, людей. Теперь и все. И уже. Он писал, что это тебе будет конец, я тебе сделаю конец. Это начало твоего конца. Просил деньги, угрожал. Ну, говорил нецензурные слова. Ну, в смысле, писал. Я никуда не обращалась, потому что я не хотела мешать следствию. То есть он шантажировал, хотел отвозить денег? Да. Сколько просил? Ну, конкретно не говорит. Конкретно не говорит. А как шантажировал? Ну, вот ты, говорит, ты мне поможешь? С чем? Ну, естественно, как чем, да. Если не дашь денег, то... Тебе будет конец. На Алишера Турсункулова сейчас возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Заявление на него подали несколько потерпевших. От новых комментариев полицейские воздерживаются, ссылаясь на тайну следствия.